11.06 в городе, сегодня среда, в студии Николай Голиков и Светлана Занькова. И это программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Новый двигатель. По каким правилам теперь работает рекламный рынок Кирова и какие его ждут изменения? Вот тема нашей сегодняшней программы. Мы отталкиваемся от события, которое произошло в Вятской торгово-промышленной палате на прошлой неделе. Именно там состоялся круглый стол на тему развития рекламного рынка. И мы знаем, что на этом мероприятии присутствовали также глава города Елена Ковалева. И понятно, что интересанты игроки этого рынка. Мы людей, которые пришли в эту студию, сейчас представим. Это профессионалы, эксперты в сфере рекламы. Прежде всего нужно представить Павла Сырцева. Поскольку Павел Николаевич возглавляет, является председателем комитета по рекламе Вятской торгово-промышленной палате. Добрый день. Здравствуйте, Павел Николаевич. А также учредитель агентства «Дизайн-экспресс». Светлана Куклина, генеральный директор компании «Вятский торговый дом», советник Вятской торгово-промышленной палаты по экономическим вопросам. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Юлия Двойнишникова, директор муниципального казенного учреждения «Городская реклама». Юлия, добрый день. Добрый день. По телефону с нами будет Алексей Обжерин, руководитель клуба маркетологов Кировской области. Он тоже присутствовал на этом совещании. Ну и во втором часе к нам присоединятся еще два спикера. Ну, прежде всего, давайте оттолкнемся от повестки, которая была на круглом столе. На ваш взгляд, тема и те вопросы, которые поднимались на круглом столе, насколько были горячими или это просто текущие какие-то вопросы? Павел Николаевич. Ну, что хотелось бы сказать. Как мы знаем, экономический кризис, к сожалению, неположительным образом влияет на наружную рекламу, в том числе, как и вообще на все рекламные направления. Но все видим и пустующие конструкции, и большое количество объявлений о продаже, аренде тех или иных нежилых помещений. И, соответственно, в данный момент какие-то усложнения или еще более жесткие рамки распространения наружной рекламы, наверное, не совсем корректны. А почему вы говорите о жестких рамках и усложнениях? Ну, я не говорю о жестких рамках, я говорю о том, чтобы изменения или большие ужесточения, они приводят еще к большим последствиям, в том числе для представителей бизнеса. Соответственно, предложенные поправки на городской думе, которые обсуждались, ради чего там и собирался, после этого комитет по рекламе были, ну, наверное, к удовлетворению участников рынка наружной рекламы отозваны и перешли в плоскость обсуждения. То есть мы ряд моментов смогли нивелировать, чтобы, ну, скажем так, начать диалог с администрацией, потому что последние, к сожалению, меры принимались без участия делового сообщества. И сейчас как-то можно поправить ситуацию и, может, в какой-то степени сделать послабление. Или, наоборот, найти те компромиссные варианты, которые бы устроили и представителей наружной рекламы, и администрацию города. Да. Павел Николаевич, вот вопрос такой. Вот вы говорите, что некоторые из предложений, которые должны были обсуждать на думе, были отозваны. Можно ли конкретизировать, о чем именно речь идет? Ну, это в первую очередь включение, опять же, там, по ограничениям распространения наружной рекламы вблизи выявленных объектов культурного наследия. То есть, как мы знаем, эти объекты, объекты культурного наследия, которые там существуют на территории города Кирова, то есть, они имеют место быть, их немало, потому что это исторический город. Вот есть реестр этих объектов культурного наследия, есть ограничения, принятые администрацией и думой, там, нахождение 100 метров от объектов культурного наследия, это средства наружной рекламы. Соответственно, если бы мы включили в этот перечень еще и выявленные объекты культурного наследия, то есть, отдельный реестр выявленных объектов культурного наследия, который может пополняться дополнительным образом, ну, мог бы, опять же, уменьшить количество объектов. Я полагаю, что на некоторых улицах просто бы уже не осталось места для наружной рекламы. В том числе. Хотя, как коллеги провели анализ, таких объектов не так много попало в перечень, но все равно они могут появляться снова. То есть, включить тот или иной объект в перечень выявленных, ну, не так сложно, как показывает практика, а вот исключить практически невозможно, к сожалению. У нас на связи Алексей Обжирин, руководитель клуба маркетологов Кировской области. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже принимали участие в круглом столе по развитию рекламного рынка, который прошел на прошлой неделе в Ядской торгово-промышленной палате. Для вас, на ваш взгляд, каковы основные проблемы, которые сейчас препятствуют развитию этого рынка в городе, прежде всего, потому что как раз круглый стол по городской рекламе был? Круглый стол прошел, на мой взгляд, хорошо. Ряд по правам был учтен. Я хотел бы сказать то, что не было учтено пока. Давайте. Надеюсь, если вам удобно про это послушать. Смотрите, то есть у нас получается ситуация вот такая. С одной стороны, нам надо прибрать город и убрать этот эффект, так называемый, Шанхая. В общем, уже не к этому замечательному городу. Ну, еще раз, мы не расслышали. Эффект Шанхая, то есть вот этот эффект Шанхая. А, эффект Шанхая. Дискожную рекламу фасадов домов. Вахамали. Это очень важно сделать. Правильно. Потому что в некоторых местах города мы выглядим очень плохо. Это правильно. Понятно. С другой стороны, нельзя допустить, чтобы бизнес был отделен. Чтобы бизнес был лишен возможности работать с трафиком, проходящий дни моего магазина, салона красоты, там, я не знаю, и так далее. Малый бизнес – это креотетная отрасль направления. Поэтому у меня вот предложение следующее. То есть все-таки сделать так, чтобы выиграли три стороны. Город выиграл от облика, бизнес выиграл от того, что может все-таки продолжать работать с трафиком. И выиграл бюджет. Вот. Я предлагаю одну из мер, например, рассмотреть возможность размещения креативных, хорошо сделанных, высококачественных штендеров. Вот. Это сделать не повально, сделать высокую цену для бюджета, для него, чтобы не было, ну, слишком много этих штендеров в городе. И пропускать и штендеры через либо вернуть должность главного дизайнера города, который все просят уже много лет, там, Далина Путинкова хорошо работала. Либо, если это невозможно, тогда создать экспертный совет, экспертный совет «Триуфас» работает отлично уже много лет. Я схожу в этот совет уже, там, пять или шесть лет, его эти решения оценивают по всей России, там, на свале за то, что хорошая принципиально, там, развернутая позиция и так далее. То есть это все можно сделать, ну, механизм запустить. И тогда мы бы смогли научиться договариваться, чтобы, ну, не делать так, чтобы только кому-то одному, с одной стороны было хорошо, а всем было хорошо. Опять же, еще раз бюджету, то есть жителям города, внешний вид облика стал бы лучше гораздо, чтобы он был более просто качественным и регламентированным делом. Да, Алексей, что такое креативные высококачественные штендеры? Ну, смотрите, то есть я много смотрю рекламы по разным городам России. Я вижу даже в Москве, например, врубная фигура рядом с салоном стоматологии, например, с фонофобистской клиникой, стоит врубная фигура на земле врача, который держит в руках информацию, на которой что-то написано. Я стал фотографировать, подошла женщина, стала читать. То есть это вот, ну, реклама работает, и она, ну, не портит, а украшает город, я бы сказал. Потому что это очень качественная работа. Как нам поступать в случае, если в одном доме, ну, мы всегда приводим в пример перекресток Октябрьского проспекта и Воровского, где в одном доме на одном углу находится масса разных предприятий, и каждый из них готов выставить креативный высококачественный... Качественный, да. Но, если позволите, комплексный вопрос, то на билборды я тоже поднимал этот вопрос. Надо снижать цену, потому что прокачать город Киров надо 15 билбордов. Ни одна компания в Кирове себе при текущей цене себе позволить 15 билбордов не сможет. То есть надо делать цену нормальную, разумную, чтобы они белыми не висели в городе, а работали, опять же, на бюджет, на бизнес и, ну, как бы, на всех на нас. Поэтому здесь нужно такой, знаете, ползунки подвигать, скажем так, вот как в планшете, да, условно говоря. Вот здесь убавить, здесь прибавить и так далее. Тут нужна тонкая настройка, как вот тонкая настройка, рояль там и так далее. Любой инструмент требует настройки. Мы же в России любим немножко в крайних и бросатках. То, значит, все разрешить, то все снести, то все запретить, но, опять же, никто не снимает, что-то, как бы, так и остался и так далее. Вот нужна тонкая настройка все-таки, да, и чтобы, опять же, все мы получили, как бы, удовлетворение. У нас же часто бывает, особенно в городе Кирове, вот этот басень «Лебедь, рак и щука», мы каждый тянем одеяло на себя. С этим бы нам бы, если бы немножко завязать, то Киров за несколько лет просто от всего считает. Спасибо. Алексей Обжирин, руководитель клуба маркетологов Кировской области. На 20 секунд прервемся и продолжим. Новый двигатель. По каким правилам работает рекламный рынок Кирова и каких изменений он требует? Мы разговариваем об этом с экспертами в сфере рекламы и напомню, что в студии Светлана Куклина, Павел Сырцев, Юлия Двойнишникова. Я бы хотела, коллеги, прежде всего, чтобы далеко не уходить от комментария Алексея... Алексей Обжирин был у нас, да. Алексей Обжирин, который только что был с нами по телефону, вашу реакцию на его предложение. Давайте мы... У Юлии она улыбается, Юлия Двойнишникова руководитель... Так, это городская реклама. Да, еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, все мы правы и сходимся в одной точке о том, что необходимо достижение баланса частных и публичных интересов. И в данном случае предложение, то, которое мы сейчас с вами услышали, необходимо все-таки обрабатывать с нескольких позиций, в том числе и с нормативно-правовой базы. Необходимо уточнять о том, что штендеры сами по себе, по факту, не являются рекламной конструкцией. Потому что рекламная конструкция – это та конструкция, которая стабильно должна быть размещена на земельном участке. У нас даже есть письма Федеральной антимонопольной службы, которая у нас является в данном случае органом по контролю надзора, который разграничение как раз-таки дает. И в одном из письмений указано о том, что штендеры и сборно-разборные конструкции не относятся к рекламным, тем, которые стабильно устанавливаются на земельном участке. Соответственно, деньги за них брать нельзя. Получается, что да. Получается так. Да, совершенно верно. И сейчас у нас правило размещения рекламных конструкций, которые действуют с 2016 года. Там как раз-таки разграничения по типам и видам, они произведены. То есть то, что мы можем устанавливать на крышах зданий, строений, сооружений, на фасадах и на земельных участках. И как раз-таки штендеры в данном случае пока не рассматриваются в качестве рекламной конструкции, за которую тем более бюджет может получать бюджетно-денужные средства. Хотя, например, Дизайн-экспресс обладает прекрасными возможностями всякими высококачественные дорогостоящие штендеры вырубать. И вроде бы это ваш интерес. Что скажете, Павел? Ну, я, честно говоря, не совсем... Тут сражаются две точки зрения. Заставить все высококачественными штендерами, пусть и дорогостоящими. А за них не надо платить городу, да? Проблема, да, понимаете, в чем. Как это все потом, скажем так, регулировать? То есть один поставил высококачественный штендер, другой увидел, что он какой-то штендер поставил. Дай-ка я тоже поставлю. И вот это вот такая будет вечный процесс соревнования. Кто-то сделал дорого, а почему я должен делать, второй скажет, дорого, я сделаю дешево. И не буду даже его нигде учитывать. И постоянные проверки, мониторинги, ну, скажем так, опять вызовут еще больше негодования со стороны представителей бизнеса, в том числе. Ну, сложно это отрегулировать. Это невозможно, потому что мы уже представили, сколько может появиться этих вырубных конструкций. Даже если ввести должность главного дизайнера, своего городского, вопрос с ума сойдет. Нереально. Тем более, Алексей видел, в Москве не факт, что он официальный был, и не факт, что он был, скажем так, согласован. То есть это, ну, скажем, на риск того или иного предприятия выставить объект на улицу, тем более не на свою территорию, а не на муниципальную. Штрафы, как мы знаем, гигантские, а в Москве они существенно выше, чем в Кирове. Правила сейчас запрещают такие конструкции выставить. Ну, это историческая часть, в основном. Ну, муниципальную землю, нет, да? Нет, любые у нас штендеры, сборно-разборные, как раз любые сборно-разборные конструкции, особенно которые у нас не крепятся к земельным участкам. Вот эти раскладушки на цепи, на цепи, это незаконная история. Да, конечно, они запрещены и правилами размещения рекламной конструкции, и правилами внешнего благоустройства по факту размещения средств наружной информации. Так, Вятский торговый дом, Светлана Куклина, ваши, пожалуйста, предложения и проблемы, которые вы видите. Вы представляете не только свой торговый дом, я просто хотела бы, чтобы вы это обозначили. Да, я, поскольку являюсь советником Вятской торгово-промышленной палаты, я представляю не только свою компанию, но, наверное, мнение предпринимателей или бизнес-сообщества в целом тоже. На мой взгляд, вот на сегодня, с момента принятия новых правил размещения рекламных конструкций, конечно, жизнь предприятий усложнилась. И это всё происходит на фоне, как уже говорили, кризиса, того, что и сейчас действительно всё труднее и труднее работать, конкурировать, падает платежеспособный спрос, и, в общем-то, проезжая по городу, вывески на домах сами о себе говорят. Вот я бы хотела коснуться того ограничения, которое появилось, это 2,16 квадратных метров площадь информационного поля, которое допускается на рекламных конструкциях, размещенных на частных территориях. То есть раньше допускалась площадь информационного поля одинаковая, теперь это сильно ограничили. То есть по факту, если это перевести на наш общий язык, сегодня предприятия, которые имели возможность раньше размещать рекламу на установленных собственных территориях, сейчас лишены, потому что на такой площади можно только сделать вывеску 2 метра, но не рекламу. Мы все понимаем, чем отличается вывеска от рекламы. Мы можем просто... 2 квадратных метра, это где-то 45 на 45? Ну вот примерно так, значит, смотрите. То есть какого-то действительно сообщения, которое повышает привлекательность к данному товару или к продукту, какие-то ключевые фразы на такую поляну вообще не написать. Мало того, если объект расположен удаленно, например, от красной линии, то есть там расстояние 100 метров, как в нашем случае, например, то вообще даже теряется смысл написания. То есть по факту данное ограничение, на мой взгляд, полностью лишило рекламы компаний, предприятий, которые до этого размещали, это на рекламных конструкциях, установленных на частной территории. Вот такая дискриминация. Мало того, мы понимаем, что мы не можем где угодно и как угодно размещать рекламу. То есть есть схема размещения рекламных конструкций, она согласована у нас с городом, да. То есть это ты не у каждого торгового центра поставишь. Мало того, как мне кажется, зачем было вводить эти ограничения 2 из 16, когда все регулировать можно как раз с помощью этой схемы. То есть в нашем случае, например, да, данная рекламная конструкция в этой схеме находится, она утверждена. То есть это все равно согласованная, это не самовольная постройка, она никому не мешала. По большому счету на протяжении много времени работала, в том числе под нужды социальной рекламы, скажем так. Поэтому вот эти процессы, скажем так, достаточно справедливо убрать ненужный рекламный шум, регулироваться как раз за счет включения или не включения этих рекламных конструкций в схему размещения самонесущих рекламных конструкций. Второй момент тоже, с чем мы столкнулись, например, да. То есть поскольку мы оказались лишены рекламной конструкции, а необходимость рекламироваться, она еще более возрастает сейчас, когда конкуренция усиливается, мы, значит, приняли решение сделать медиафасад. По медиафасаду по площади нет ограничений, но сегодня очень много зданий и строений, это строения старые. Там не заложена конструктивная возможность повесить медиафасад, там полторы тонны, скажем, он весит. И проектное решение только самонесущие опоры. Что такое медиафасад? Медиафасад это, ну, как назвать правильно, ну, как телевизор, световой фасад, который, значит, какую-то информацию перед... Поэтому они такие тяжелые. Они такие тяжелые, да. То есть как только ты его опираешь на самонесущие конструкции, ты опять подпадаешь под ограничение 2 метра. Поэтому, как мне кажется, вот если это ограничение снять, то, конечно, проблемы бизнеса многого были бы, конечно, сняты в этом плане. Как раз тот показательный пример, когда можно найти какой-то компромисс. При этом вопросы тоже актуальные для нашего города, касаемые там какого-то рекламного шума, они здесь тоже решаются, как я уже сказала, путем согласования этих рекламных конструкций, которые включаются в схему размещения рекламных конструкций. И вот еще такой нараспект тоже бы хотела затронуть. Вот, понимаете, вот когда мы говорим о необходимости предоставить возможность бизнесу рекламироваться, по большому счету, ведь мы защищаем предприятие, которое находится на территории Кировской области, и малый бизнес. Все понимают, что федеральные бренды, они в рекламе-то не нуждаются. То есть все знают, что такое магнит, что такое пятерочка, вот скоро откроется у нас торговый сад Макси, все знают, что такое Зара и так далее. То есть есть федеральные бренды, которые в силу своей массы, в общем-то, они и так известны. Они не нуждаются в рекламе так, как нуждается в рекламе малый бизнес, которому для того, чтобы сейчас конкурировать с такими крупными компаниями, нужно быть еще более уникальными, еще более особенными, готовить еще более интересные какие-то рекламные предложения, чтобы оставаться на плаву и акций, и распродажи, и так далее, и так далее. И по факту, на мой взгляд, вот это положение, оно на самом-то деле ущемляет интересы как раз малого бизнеса, малых предприятий, которые нуждаются в этой рекламе, которые являются плательщиками налогов именно в бюджет Кировской области. Вот, кстати, было предложение Алексею Авжерином озвученное, снизить цены на билборды, которые сейчас пустуют, и как белые пятна стоят. И тут же, Алексей как раз, он тоже за малый и средний бизнес, и тут же сниженная цена вроде как по логике должна позволить малому и среднему бизнесу рекламироваться. Что вы думаете по поводу этого предложения? Ну, цена как раз на билборды регулируется все-таки, наверное, торгами, потому что когда разговор шел о наземных конструкциях по федеральному закону, все они должны отторговываться и физически дать кому-то какие-то привилегии, сложно. За исключением, опять же, частных территорий, о чем мы только что говорили, мы в торгово-промышленной палате это обсуждали. Конечно, это важный момент, и здесь надо идти на серьезное послабление для бизнеса, разрешить, я считаю, что в том виде, в котором есть предусмотрена, опять же, схема размещения наружной рекламы, конструкции, вне зависимости от того, на муниципальной земле или не муниципальной находятся. Да, давайте нарисуем тогда картинку. Сейчас мы вернемся к вопросу цены, нарисуем просто картинку. Вот у нас есть внешние конструкции, которые могут стоять на муниципальной земле, а есть на частной земле. Вот на частной земле что это такое? Придомовая территория. Придомовая территория. Ну, по-моему, в нашем случае территория рядом с торговым центром. Территория рядом с торговым центром. а улицы это муниципальная. И на улицах регулируются торгами на муниципальной территории, а на частной соглашение выставляется. Почему он не выставляет цену? Мы это используем для собственных нужд. А, для собственных нужд. Это в данном случае для собственных нужд. Если передомовая территория, то собственник устанавливает цену. То есть предприятия сами для себя выставляют, а передомовые территории могут... Это как способ заработать для дома. Чтобы было понятно. И что касается муниципальных, там торги. Да, конечно. Вот как так проходят торги, тогда я не понимаю. Вроде бы, согласно торгам, может снижаться цена сколько угодно, лишь бы сдать эту площадку. К сожалению, сейчас конъюнктура поменялась очень серьезно от того, что было 2-3 года назад, когда торги активно шли, отторговывались в основные места. То есть по динамике, опять же, я тут взял статистику. То есть у нас плата повышалась регулярно, как за право размещения, так и за право заключения договоров, так и за установку ежемесячную, то, что мы платим в администрации. А ценовая позиция в то, что там по средней цене, что есть, она снижалась, снижалась и снижалась. Это как бы некий маячок экономического благосостояния и возможности предприятий. И конструкции из нелегальной плоскости, которой достаточно много было расположено на территории, их снесли. Эти места отторговались. То есть теперь плата поступает в бюджет. Конструкции вроде как бы стоят, приносят соответствующие деньги бюджету города Кирова. Но предприятия не могут их сдать, потому что цена минимальная, за которую возможно сдавать эти конструкции, она достаточно высока. И если сейчас бизнес не готов платить по этой стоимости, то конструкции будут стоять пустыми. И владельцы конструкции несут убытки, поскольку они обязаны платить городу в любом случае. Конечно, обязательно. То есть это уже не скажу, что там рентабельный бизнес, он зачастую становится убыточным. Конечно, когда у кого-то из предприятий находились нелегальные конструкции, они это компенсировали, не платя ничего городу. Теперь, ну, в большей степени уже все в одинаковых правах находятся. Но, скажем так, рынок отрегулировал. И конструкции их, наверное, существенно больше на сегодняшний день, чем может рынок поглотить. Соответственно, если предприятия там продолжат также точно работать по таким ценам, которые, опять же, сложились по ценам аукционов, а это оценка, это специализированные организации, которые могут себе позволить, ну, имеется, отыгрывают на торгах, выигрывают, соответственно, дают цену, и от них уже идут торги в администрации города. Мы там в торгах в последнее время не участвуем, потому что цена реально завышена. Прервемся на полторы минуты. У нас реклама, реклама, двигатель торговли. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Продолжается программа «Разворот на бизнес». Программа «Новый двигатель» называли мы ее сегодня. По каким правилам теперь работает рекламный рынок Кирова? Да. И как раз, да, у нас возник вопрос в перерыве к Юле Двойничниковой. То есть о чем мы, собственно, говорим сейчас, да? То есть что такое вот этот рекламный рынок? Сколько у нас этих вот билбордов, сколько этих еврощитов? То есть о чем вообще идет речь? Да, если приводить статистические данные, то в 2015 году у нас стояло 115 рекламных конструкций типа еврощита. Это сейчас же 171 конструкция, на которую выдано разрешение, по которым заключены договоры на основку эксплуатации рекламных конструкций. И стало больше законных. Законных мест, легальных. А, законных. Вот, и, соответственно, если мы будем проговаривать этот вопрос о том, что у нас сокращена площадь информационного поля для тех рекламных конструкций, которые устанавливаются вне земли общего пользования, то здесь мы исходили из того, что органы местного управления вправе выбирать и определять типы видов рекламных конструкций и соответствующие требования к ним. Мы на встрече Вязко-Торгово-Промышленной Палаты услышали мнение, и, соответственно, сейчас, на данный момент мы их прорабатываем для того, чтобы уже понимать, куда двигаться дальше. Вот, что касается высокой стоимости по торгам, то в данном случае уже и Павел Николаевич, в том числе, озвучил о том, что у нас определение стоимости идет по факту оценки независимой. А кто эти оценщики? Оценщики – это те подрядчики, с которыми у нас заключены муниципальные контракты на основании торгов, опять-таки, аукционных. И, соответственно, это люди-профессионалы, которые имеют соответствующие лицензии и состоят в СРО, так называемый. И, соответственно, мы подаем заявки на определение оценки по рекламным конструкциям, где перечисляем и адрес, и тип конструкции, и, соответственно, площадь этой конструкции. Оценщик, в свою очередь, выбирает тип и метод, опять-таки, определения этой стоимости, тот, который считает актуальным, нужным, необходимым. И, естественно, берет в расчет предыдущие аукционы, по которым были произведены торги, по которым купили право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Ну и, соответственно, из этого делает вывод и выставляет нам конечный итоговый вариант оценки сумм, которые мы включаем, соответственно, в распоряжение по торгам. Ну вот Павел Николаевич говорил, что она все равно высокая, эта цена. Очень высокая. Что-то, значит, в системе оценки не учитывается. Видимо, экономическая... А может, аукционы на понижение проводить не повышение? Нет, в соответствии с Гражданским кодексом проводятся торги. А по поводу того, что оценка у нас взлетела, это закономерный процесс, потому что в 2017 году у нас доходили суммы по заключаемым договорам, за право заключения договора, ну, практически до миллиона рублей. Поэтому оценщики видели, соответственно, то, что места у нас котируются, они покупаются за стоимость большую, ну и, соответственно, это в том числе является... Ну, часть отказались от этих конструкций, в итоге договоры так и по некоторым не были заключены. Ну, вот если мне память не изменяет, то отказывались как раз там, ну, одна-две конструкции, по остальным заключались, поэтому цены, да, реальные... И платят, и платят. И платят. А откуда белые пятна тогда? Я вот не понимаю. Убытки, убытки. Кто-то платит за свои убытки. Если справедливая цена, исходя из оценки лицензированных оценщиков, а владельцы конструкции терпят убытки и не сдаются местами. Сейчас в конце 2019 года как раз-таки последние оценки, у нас проводились, и там на несколько тысяч, правда, рублей не десятка тысяч, все-таки видно немножечко снижение есть. Кто за кем не поспевает, коллеги, скажите. Бизнес. Бизнес за экономической ситуацией не поспевает, к сожалению. И это вот именно тенденция очень ярко проявилась в 2019 году. То есть если 2018 год, он, конечно, был, ну, скажем, без роста, то 2019 год показал откат еще более серьезный по отношению даже к 2018 году. К сожалению, вот такая обстановка, она закрепляется. Да. Ну, я, наверное, тоже здесь добавлю, поскольку являюсь представителем бизнеса, каждый раз, когда ты тратишь деньги на рекламу, ты выбираешь самые эффективные с точки зрения рекламы канал. И в данном случае билборды, они ведь тоже по своей стоимости для бизнеса, они конкурируют, например, с теми же возможностями размещаться на телевидении. Или в интернете. Или в интернете, правильно, это там таргетированная реклама. То есть ты для себя определяешь, а что тебе даст больше результат. Вот на самом деле я сравниваю, например, ту же самую стоимость билбордов, я отдаю предпочтение телевидению, принимая решения по рекламе. Многие ушли, естественно, в онлайн-сервисы. Смотря какая идет цельная аудитория, на кого нацеливаешься. Риски определенные, то есть каждое время соответствуют тому или наиболее эффективному способу рекламы. То есть на сегодняшний день считают, что реклама в сети гораздо эффективнее, прямой контакт, потому что информатизация идет неумолимыми огромными темпами. Соответственно, наружная реклама в большей степени работает как навигация. И, возможно, через 2-3 года, точно так же, как идет сокращение выпуска газет, но никуда от этого не деться, то есть из наружной рекламы абсолютно такая же тенденция будет происходить. Но, тем не менее, мы же все время как-то исследуем опыт крупных городов, и Запад мы все время смотрим. Я что-то не заметила, что на Западе исчезли совершенно все конструкции. Они прекрасно себе существуют в Европе. Там и газеты не исчезают, вот в чем дело. Там все зависит от спроса, видишь. И с другой стороны, история перетечки, например, в телеке, их тоже ограниченное количество, еще меньше стало сейчас каналов. И опять же, средствами прокачивается определенный вид бизнеса. А мы ведь еще говорим о балансе, все вместе об этом говорим. И владельцы конструкции, и владельцы дизайн-агентств, и тех, кто печатает эти баннеры, это тоже люди и тоже частный бизнес. И его нужно тоже поддерживать, то есть учитывать этот интерес. Так вот, возвращаясь к предложению Алексея Абжерина про цены на вилборды для малого бизнеса, все-таки у нас есть какой-то путь для того, чтобы этот баланс найти и прийти к этому результату? Или нет смысла этого делать? Все посмотрели на югу. Я еще раз повторюсь, я уже сегодня озвучивала это положение о том, что все мнения, те, которые были высказаны рекламным сообществом, мы сейчас их обрабатываем для того, чтобы дать какую-то конкретику, дать направление, задать его. Ну и, соответственно, добиться того результата, который будет удовлетворять большинство. И администрацию, и непосредственно. Потому что вот малый бизнес и микробизнес, он на телек вообще выйти не может. Ну, потому что цены там совсем не такие, которые этот бизнес может для себя учесть. В лучшем случае радио, хотя тоже цены достаточно высокие сейчас на радиостанции. Это да. Продолжаем разговор, напоминаем, что мы говорим о рекламном рынке города Кирова. И тут вот хотелось бы еще затронуть вопрос фасадов, о которых говорила Светлана. Старые фасады в центре города, и не только в центре города, которые не выдерживают серьезных конструкций, разрешенных конструкций. И как вот тут вот можно поступать, Юля Петь, к вам? Ну, на данный момент сейчас мы в том числе прорабатываем вопрос о том, чтобы согласовать и включать в схему те места, на которых будет использоваться электронно-цифровая поверхность. И все-таки стабильность конструкции имеет достаточно-таки большое значение. Ну и, соответственно, вопрос о включении данных мест, он тоже сейчас в проработке у нас находится. Вот именно под этот конкретный вид рекламы? Под светодиодные экраны. То же самое, что, в принципе, медиафасад, он только на фасаде используется. А светодиодный экран, он может в том числе... На конструкции стандартного информата. Да, в технической исполнении немножко поменяться может. Поэтому, да, вот тут консенсус он может быть. Единственное то, что по факту размещения на фасадах, да, действительно, у нас особенно историческая часть города, это те дома, которые, ну, все-таки мы должны и будем приводить в порядок, в том числе и освежить эти фасады. Ну и, соответственно, размещение рекламной конструкции на данном случае будет, наверное, не актуально, потому что все будут ходить и смотреть на... О старых домах, которые вот исторически имеют ценность, речь идет просто о многих ветких строениях, построенных лет 40-50 назад, которые их уже точно никто ремонтировать не будет в ближайшее время, их как бы чем-то прикрыть. Вот в чем вопрос-то встает. Ну, давайте будем смотреть, что нас больше будет привлекать и больше интересовать. Если мы посмотрим старые фотоизображения города Кирова, там везде дома, фасады, они свободны от какой-либо информации, от рекламных материалов и так далее. Они чистенькие и ровненькие, понимаете? Надо ремонтировать, надо проводить реновацию. Реновацию проводить это очень дорого. А вот разрешили закрыть, скажем, какую-то, ну, правда, облезлую стену, да, капитальный ремонт в 2042 году, закрыть каким-то рекламным баннером, мне кажется, это тоже плохо. Вот, сейчас вот Николай, он практически к обращению Александра Долгополова, председателя правления КРО за права граждан в сфере землепользования, относится, да, бизнес напрягает, я цитирую просто из пресс-релиза торговой промышленной палаты, бизнес напрягает те ограничения, которые включены в проект относительно фасадов частных и общих территорий. Сегодня большинство фасадов домов, расположенных в центральной части города, нуждаются в капитальном ремонте. И рекламная конструкция в данном случае не портит их облик, а, напротив, придает им более позитивный внешний вид. Все мы хотим, чтобы город хорошо выглядел и реклама имела, и чтобы реклама имела правильный эффект. Здесь, наверное, вопрос только в том, что эти щиты, которые мы закрываем, тоже надо, конечно, согласовывать, как-то утверждать, чтобы они реально не портили, да, то есть не выбивались из общей картины, и вполне нормальное решение. Как сейчас регулируется этот вопрос? Значит, вот эти изменения, те, которые коснулись как раз-таки размещения фасадов, это то, что мы имеем в виду между окнами, как это раньше было, да, у нас. Эти изменения у нас были приняты достаточно-таки давно, еще в 2015 году. Был у нас такой документ, как генеральная схема, который тогда и вводил первые самые запреты. И тогда как раз шло бурное обсуждение данного вопроса, и как раз обсуждение проводилось совместно и в том числе и с бизнес-сообществом, с УФАС, если память не изменяет. Вот, и эти правила, генеральная схема тогда у нас вышла. Потом этот документ у нас был разделен на два, и в 2016 году, опять-таки, этот запрет, он так и остался, так и вошел в оборот. Вот сейчас те разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на части глухого фасада истекают, и, соответственно, сейчас предприниматели не могут получить соответствующее разрешение. Постепенно, вы, надеюсь, что тоже заметили, что у нас в центре города, улица Карла Маркс, улица Воровского, постепенно освобождаются от этих рекламных конструкций. И, соответственно, у бизнеса как раз вопрос и возник после массового окончания срока действия разрешения, ну, и остается для них актуальным. Но я считаю, что у нас в любом случае архитектурный облик, он как раз складывается из открытости фасадов, из открытости визуально, так скажем, да. И, соответственно, мы оставили возможность размещения рекламных конструкций исключительно на глухом фасаде. Пожалуйста, никто не запрещает. Но давайте мы будем беречь в том числе и тех жителей, рядом с окнами которых и размещаются рекламные конструкции, в том числе там и освещение идет, и вопрос о соблюдении санпинов, освещение и так далее, он все-таки актуален. Чем быстрее уйдут с фасадов вот эти небольшие конструкции, тем быстрее займутся и конструкции 3х6, 2х4, которых стоят. Это нормальный эффект, чтобы люди спустились с фасадов на упорядоченные места, с которых заработает и бизнес, который уже вложился, инвестировал в эти конструкции, и администрация города получила соответствующее поступление. Для примера, коротенько, то есть на торгах определена цена, на сегодняшний день средняя, чтобы продать конструкцию, вернее, чтобы предприятие получило какую-то прибыль, ему нужно продавать конструкцию минимум по 15 тысяч рублей в месяц, хотя бы одну сторону. Так как в администрацию надо отдать 8, плюс соответствующие затраты по электрике, по самим вложениям на конструкцию. То есть достаточно высокая стоимость. Если продана хотя бы одна конструкция на год, то есть предприятие работает в ноль. Если она не продана на год, хотя бы одна сторона, то, соответственно, предприятие работает в минус. А реальная цена сейчас на сегодняшний день 10-12 тысяч рублей. Вот я для того, как бы, пример цифры, что это нерентабельный абсолютно бизнес на сегодня. У нас 20 секунд остается. Все-таки вот эти конструкции у нас сейчас что представляют из себя? Это двусторонний щит или вот эти вот крутящиеся... Это и щит, и крутящиеся, и призматроны в том числе. То есть в основном в центре расположены призматроны. Там сколько сторон? Три стороны. Прервемся сейчас на новости, тематические программы, реклама. Попрощаемся с Юлией Двойнишниковой. Спасибо. А со Светланой и Павлом продолжим в начале следующего часа.